электронные библиотечные информационные ресурсы вообще не понимаю что тут будет библиографический поиск в интернет статья преимущества не знаю что тут будет может быть какие-то особенности вот открылась в отдельной окошечке правила пользования даже не понимаю что вот так вот мы давайте попробуем пройти электронные библиотечные ресурсы начать 30 вопросов с ума сойти начать тестирование в рудн но пусть будет тут где узнаем по своей студия это бред какой то вообще поиск по своей студии наверно где-нибудь тут есть эта информация по своей студии да вот тут мы даже информация о биомаркерах развитие болезни биомаркеры кита зачем нам биомаркеры да наверно тут вот на биологическое похоже только вот это вот слово а она входит в северс через корпус наверно наши закупили это это штуку и все должны про это знать но вот зачем физикам математикам про это знать совершенно не нужно следующая страница архивы научных журналов ну пусть будут архивы научных журналов издательства университета на сайте у неба целых журналу днр у менделей предназначена ну да это библиографический софт для базы данных библиографических обучающий источник по дисциплине главный источник легитим на достоверной информации об учебной и учебно-методической литературы по дисциплинам но библиотеки только для преподавать и остальные то зачем нам образовать открытые ресурсы это значит образователь научные ресурсы интернет свободном доступе вот скачивание это не открытые ресурсы это фривер но не открытый импакт факта журнала это численный показатель значимости популярности но это никак не порядковый номер естественно количество ссылок за последние два года импакт считается да это понятно авторизация преподавателей для авторизации преподавать необходимо обратиться лично к сотруднику всем для получения логина и пароля ответственным лицам на факультете а пароль то у нас на тут еще и пароль есть ну ка сейчас мы ну вот эта библиотека тут может быть есть ли про дэнеру график визит значит визит график работы аккредитации дополнительные контакты тут хватит а как нее представление имея электронные библиотечные ресурсы так вот никогда не пользовался тут же ничего путного нету один мусор но пусть ответственным лицам так давайте вот тут вот расписано побольше но мы как будто правило дано давайте вот это и выберем значит полный текстовая база а крупнейшая в мире в rgb это не база а так смесь смех один вот что такое про квест вот диссертацию энтезис глобал вот диссертации но так как этим мы уже закроем лишние нам не нужны вкладки тест про квест следующая страница сайнс директ база данных социальная сеть для ученых нет нет такой социальной сети для ученых открытый электронный ресурс ну это эльсиверовская какая-то штука так мы и выберем эльсивер сервис на сайте позволяет произвести по большому количеству информационных наверное электронная библиотека единое окно поиска что такое но вот может быть кто-то этим пользуется а вот единое окно поиска вот слово тут есть выберем единое окно поиска так какой ресурс химиков вот наверное вот и оп сиянс сиянс и оп сиянс это это конденсит но это же не только химики это давайте что другого посмотрим а вообще этот орбит это наверное какая нибудь желательная резинка орбит орбит это патентоведение это же не химики ну давайте вот это вот вот не знаем мы вот не ничего этого а вот это вот как раз для химиков рожи тут химические видно извините лица химические мы вот это и выделим так перечень я отвечаю 13 минут осталось мне больше половины вопросов я не успеваю просто перечень и описание доступных в дуэлектронных баз данных на сайте электронная библиотека электронная библиотека перечень и описание доступных в дуэлектронных баз данных пусть будет электронная библиотека так сайвал это у нас знаем инструмент это инструментарий от скопуса авторизация обучающих не хватает времени авторизация ну наверное получить логин пароль не знаю как никогда не пользовался какой ресурс всесторонних по праву и бизнесу ну вот лексис наверное он по названию больше подходит легал следующая страница есть бродуэн электронная библиотечная система рудэн випов сайенс это поисковая а нет это будет наукометрическое почему в сфере гуманитарных наук випов сайенс там гуманитарных вообще нету випов нолледж есть гуманитарные база данных совокупность совокупность текстов совокупность состоятельных материалов пусть будет так вот где удаленно беспециальные можно посмотреть авторефераты беспециальной регистрации авторефераты диссертаций на РГБ есть рефераты а на сайте ВАК я не знаю и на сайте Рудэн есть сайт Рудэн по диссертациям но не знаю может быть там нужно выбрать еще сайт Рудэн было все подписки как узнать существует ли удаленной базе данных наверное так вот полные тексты обучающимся по IP адресам Рудэн на одно обучающимся и сотрудникам Рудэн наверное если закупили наверное вот и это скопус это эльсиверовская библиографическая база наукометрические базы данных это тоже через показатель цитирования это нет инструмент это не сама база это инструментарий по работе наверное тут где дополнительную информацию доступна на обучающихся семинарах наверное ну типа заплатить деньги у НИБЦ и получай на журналы каких издательств у Рудэн оформлена подписка ну вот там про обсайнс наверное вот это я не видел чтобы было на Нэйче а вот на Шплингер то точно пусть будет так как определить публикационную активность автора наукометрические базы какие представлены с сайта НИБЦ какие базы предоставлены на сайте НИБЦ базы на сайте НИБЦ даже не знаю какие на да вот у нас вот на ВОЗ и СКОПУС есть доступ мы к нему имеем на сайте это и нет прикрепление Арсит не нужен корпоративная почта не обязательно к профилю организации да исключительно название организации в публикациях правильное название организации вот правильное название организации в публикациях вот так вот выберем главный источник информации доступных научная библиотека РУДН конечно давайте посмотрим мне бы 6 набрать и я пойду к Юрию Петровичу Рыбакову вот я набрал давайте мы посмотрим видите ошибки где-то есть вот значит ну я медленно просто прокручиваю чтобы вы могли просмотреть это медленно прокручиваю медленно прокручиваю а вот для авторизации используют фамилию логин вот так вот это как вот на eSystem мы используем вот это вот ну хорошо так ответ вот так вот вепов сайенс я медленно прокручиваю чтобы вы видели эту запись по IP адресам по персональной регистрации да ну мы не знали это мы не смотрим мы скачиваем с других баз данных это все правильно все закончить обзор я завершаю